М1 Глобал Расскажите, после первого боя Какие выводы сделали В бою именно со Штефаном Пюцем Что изменили в подготовке? Задача была, ничего не изменилось Задача была Виктора восстановиться Потому что тот бой, он был абсолютно не готов После этого у него были серьезные травмы Задача была просто восстановиться И дышать Дышать делать то, что он умеет К следующему бою, если он выйдет Будем готовить сюрпризы Виктор еще есть куда расти Это еще не самая его лучшая форма Он может быть лучше Вот сейчас, насколько известно, буквально с понедельника Начнется сбор в Старом Асколе Где будет принимать участие Федор Миляненко и команда Которая будет выступать в канун Нового года Будет ли Виктор уже принимать в этом сборе Участие, помогать? Или уже будет отдыхать? С понедельника мы начнем уже сбор Где будет готовиться и Федор И Сидеников Кирилл И Вадим Немков, и Токов Анатолий А Виктору дадим отдохнуть неделю Восстановиться и вперед Владимир Михайлович, такой вопрос Меньше месяца остается до боя И есть такие мысли, что все-таки Федор уже знает своего соперника Но не говорит, уже под конкретного готовится Я уезжал, еще не знал Вот приеду, наверное, узнаю, кто Не важно, какой соперник Меня абсолютно не волнует, кто будет у Федора соперник Потому что если Федор готов Ему практически все соперники Ясно, что большой перерыв Но Федор в отличной форме Он пашет Он пашет, как молодые годы А если пусть поможет Федору работоспособность И его опыт Я думаю, он закатит интереснейший бой А вот ребятам, которым предоставилась возможность Выступить вместе с Федором Как оцените их потенциал Эту возможность, этот шанс выступить на таком турнире? У ребят хорошие противники Но и ребята уже не мальчики Скажем так, в этих единоборствах Сидельников Кирилл Заслуженный мастер спорта Кирилл Градович, чемпион мира Вадим Немков Международного класса Чемпион этого мира по боевому самбо Анатолий Токов Провел уже 30 поединков У него шикарный рейтинг И противников он за разных поддержался Поэтому в ребятах Я уверен, что им по зубам их противники Последний вопрос Вам как специалисту в области смешанных единоборств За последнее время все больше и больше людей занимаются Смешанными единоборствами И как вы наблюдаете В России уже сложилась такая ситуация Что для того, чтобы выступать на высшем уровне С соперниками различных из разных стран Что наши ребята могут в России тренироваться И получать опыт только здесь И им не нужно в принципе никуда Сейчас в России бум смешанных единоборств Это, конечно, благодаря и версиям 1 и глобал И то, что Вадик провернул огромную работу в Эйклинштейн Это и то, что сейчас есть любительская лига Союз смешанных единоборств Где президент Федор Где проводятся чемпионаты по любителям Я многие тут видели уже с любительских версий И это все дает возможность зачерпнуть большой пласт молодых людей Которые хотят заниматься смешанными единоборствами И у нас в России сейчас очень большая конкуренция Среди бойцов А это даст хороший выхлоп тем, кто пойдет драться дальше Уровень вырос Конечно Спасибо большое за интервью Все, Дима, не болей Спасибо Спасибо